Привет, друзья! О чём я постоянно думаю? Вдруг кому-то это интересно, правда? Я вот в последнее время постоянно думаю, как с обретения делал свои Тесла. Он как-то погружался в какое-то состояние. Ну, он был нервный вообще-то. Я читал там, какие-то у него были проблемы с организмом, с нервной системой. И время от времени он как бы западал, выпадал из ситуации, куда-то западал. И там он, оказывается, как он ощущал, встречался с Абсолютом. Да, и он предвещал нам всем в своём каком-то знаменитом выступлении, что именно в нашем веке, вот сейчас, скоро совсем, совсем мир поменяется. Станет больше добра, больше отзывчивости, сопереживательности. И я вот думал, как же он туда западал. Я моделирую, моделирую вот эти процессы, потому что я знаю, что база данных у нас в мозге очень большая. И когда ты соприкасаешься со своей бессознательной базой данных, где всё, где всё. Вот это, наверное, и есть Абсолют. Где всё. Но чтобы соприкоснуться с ней, решая какую-то проблему, например, создавая изобретение или новый контент, или готовясь к выступлению, или просто решая волнующую для себя задачу, чтобы этой базой данной воспользоваться, нужно, конечно, погрузиться в состояние, ну, я называю это состоянием нуля, или нейтральное состояние, или состояние свободного сознания. От чего свободного? От штампов, от стереотипов, от шаблонов мышления. Чтобы увидеть новое, чтобы созидать, нужно, конечно, соприкасаться с этой внутренней Вселенной. Но это когда бывает? Когда человек лично сильно сосредоточен на решении задачи, он настолько максимально сосредоточен, что через этот пик напряжения у него там открывается эта Вселенная. Или он погружается в глубокую релаксацию. Но вот когда он погружается, у него и получается состояние потока. Состояние потока, когда то, о чём он думает, изобретает, соображает, ищет какой-то ответ на какой-то вопрос. В этот момент, когда он погружается в это состояние, освобождаясь от штампов, шаблонов, страха и авторитетов, и он там находит истину. А это мы делаем как раз таки, снимая стресс. Как по шкале стресса я люблю говорить об этом, чтобы все имели это в своём понимании. От десяти, например, выходить на ноль. Снимать напряжение, выходишь на ноль, продолжая думать о своей задаче. Поэтому я и говорил, вот сейчас прошёл у нас ликбез, я там говорил, когда вы хотите освободиться от переживаний, то вы переживаете, а Тесла изобретал, но он переживал же об этом. То есть это одно и то же. То есть по существу переживания, по мере того, как вы выходите на состояние близкое к нулю, вы там начинаете всё больше и больше проникать в понимание, о чём вы думаете, освобождаясь вот от этих штампов. А они как раз таки связаны с эмоциями. Поэтому, когда ты на высоте стресса, а на высоте стресса почему? Стресс это что такое? Перенапряжение психоэмоциональное. Эмоции нам мешают включить здравый смысл. И вот когда ты решаешь какую-то задачу, или переживаешь по поводу чего переживаешь, когда ты делаешь ключевое дыхание, и делаешь потом волну, выходишь со своими переживаниями на автоколебания своего собственного тела, когда соединяются две свободы, когда ты думаешь, о чём думается, и когда делаешь, как делается, по критерию максимальной комфортности, по зелёной зоне, ты выходишь туда, на эту встречу с абсолютом. И я вот так вот моделирую для себя всё это, как же этот гений поступал. И пытаюсь это на себе проверять. Да, я переживаю о чём-то, о какой-то задаче. И вот когда я засыпаю, я продолжаю переживать об этой задаче. И я знаю, что к утру или завтра у меня появится решение. И на самом деле так и происходит. Вот я, например, думаю, как мне там сделать главу новую для книги, или как дорисовать картину. Вот я её дорисовываю, ещё не докончил. Вы можете дать советы, у нас будет тогда коллективный разум. Вот. И я вот думаю об этом, как же лучше сделать. То есть изобретаю. Я просто хочу, чтобы вы услышали, что переживаю, изобретаю, ищу истину, ищу ответ на вопрос. В принципе, это одно и то же. И когда человек снимает так напряжение, думая о своих проблемах, и продолжает о них думать, выходя из пика напряжения на глубину релаксации, когда на душе уже так спокойно, безмятежно, бесконечно, безвременье, вот там и открывается эта база данных. Ну, например, у меня ночью не случилось, что я получил ответ, но я уверен, что я получу. Вот эта уверенность, это психологическая установка, которая является тем руслом, задача и русло, внутри которого эта задача решается. То есть фон, такой вот у меня фон эмоциональный, что я решу задачу. Ну, вот завтра, например, я пошел умываться, еще не решив задачу. И вот, когда горячей водой моешься, а потом, значит, прохладной водой, или побреешься, и ты в какой-то момент переключаешься, ведь тоже опять от какой-то ситуации, и вот эти волны напряжения, напряжение стресса, глубина релаксации, а потом ты опять меняешь свое состояние тем, что ты просто моешь руки, как бы отвлекаешься от все это. Это тоже вот пики напряжения, пики расслабления, пики напряжения, пики расслабления. И вот эта волна, я вот умываюсь, и вдруг я понимаю, что мне надо делать. И потом сажусь вот так вот, и вам рассказываю. Да, вот я вот то, что я сейчас рассказываю, как раз таки я придумал буквально недавно. Потому что я думал, как же Тесла это делает. Потом я пошел умываться, потом я сел, я уже знал, что все у меня получится, и так складно я буду рассказывать, и свободно говорить, и речь будет литься так рекой, свободно, нигде не буду застревать, потому что я был уверен, что у меня получится. Не знаю, имеющие уши да услышат. Может, вы и каждый человек так делаете всегда. И вот кто так делает, кто наблюдает за собой, и кто замечает за собой, что какие-то вопросы после чего-то лучше у него решаются, вы, пожалуйста, напишите, обменяемся опытом для всех в нашей школе, человек будущего, Homo Futurus, как вы изобретаете, как вы решаете волнующие для вас вопросы, как у вас это получается. У меня вот так получается. до встречи, друзья. Напишите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!